В Белоруссии на трассе Минска-Витебск появился новый пешеходный переход. Единственный в своем роде на территории бывших советских республик. Он открыт для лягушек и жаб. Раньше два раза в год им в силу природных особенностей приходилось пересекать оживленный участок дороги. Удавалось не всем, теперь пешеходам ничего не угрожает. Виктор Кузьмин осмотрел архитектурное сооружение. Белорусским жабам отныне живется легче. Смертность земноводных на дорогах страны упала с 80% до 1%. Дорожники построили огромный пешеходный переход для квакающих. Теперь миграция проходит комфортнее и безопаснее. Трасса М3 Минск-Витебск. Магистраль была большой проблемой для белорусских зоологов. Ведь она проходит по территории биосферного заповедника. Через эту дорогу два раза в год переходят тысячи жаб и лягушек. В одну сторону на зимовку, в другую размножаться. Как раз в этом месте. Почему здесь? Потому что именно здесь сложились определенные миграционные пути этих амфибий. Здесь совсем недалеко река Бузянка. В этом месте и решили местные зоологи облегчить жизнь жабам. Построили подземный переход. Пять труб и бетонные коридоры. Переход для земноводных довольно просто устроен. Обычная бетонная труба. Сделана невысокая отмостка полуметра высотой. И естественно ни одна лягушка не может перейти этот барьер. Идет вдоль стенки и попадает в эту трубу. И переходит, если весной места не растилише, а осенью уже места зимовки. Идея пришла давно. Реализовать было сложно. Никто не соглашался давать денег на лягушечью стройку. В итоге ученые убедили дорожников. Для строителей тема перехода для земноводных была нова и тема интересна. Сегодня зоологи с гордостью говорят, их переход единственный на территории бывшего СССР. Ученые ожидают, что популяция жаб и тритонов в этих местах увеличится. Земноводные стали активнее ходить через переход в брачный период. Виктор Кузьмин, Константин Морозов и Дмитрий Давыденко, НТВ, Белоруссия.